здравствуйте ребята я рада приветствовать вас тема урока давайте помечтаем сегодня на уроке узнаете как сказать о желаемом действии или о действии которое возможно при каком-то условии научитесь использовать форму сослагательного наклонения прочитайте о том что хотели бы сделать разные люди а сейчас прочитаем слова и узнаем их значение я буду читать а вы повторяйте их за мной иметь исполнять исцелять телепередача волшебник пирожное иметь так говорят когда у кого-то что-то есть например человек имеет машину дом интересную работу это значит у человека есть машина дом интересная работа исполнять значит делать исцелять значит вылечить телепередача это передача которую показывают по телевизору телепередачи бывают разные для детей для взрослых они бывают обо всем что интересно нам с вами телезрителям то есть людям которые смотрят телевизор волшебник тот кто делает волшебные вещи например волшебник может превратить тыкву в карету или он может исполнить любое ваше желание пирожное не буду объяснять что это мне кажется вы знаете лучше покажу учимся употреблять слова как говорят по-русски иметь что мечту исполнять исполнить что желание исцелять исцелить кого больных ребята подумайте как дополнить предложение у вас есть время а вот слова для справок иметь пирожные исцелит исполнять телепередачи проверим волшебное лекарство исцелит больного аня очень любит сладости конфеты пирожные шоколад дедушка часто смотрит телепередачи о животных в детстве я хотел стать волшебником исполнять желание мамы и папы все люди должны иметь мечту какие слова похожи по значению соедините в пары исцелить телепрограмма делать исполнять вылечить телепередача давайте проверим исцелить вылечить телепрограмма телепередача делать исполнять а теперь предлагаю провести небольшое исследование послушайте стихотворение если бы если только старший брат вместо телепередачи посмотрел мои задачи и решил их все подряд вот тогда бы я петровой сбегал не жалея сил и тогда бы я петрову точно в гости пригласил и сказал бы галка списывай не жалко обратите внимание на выделенные в стихотворении слова если бы посмотрел и решил сбегал бы пригласил бы сказал бы какое действие какое действие они обозначают реальное или то которое хотят желают то которое хотят желают при каком условии при каком условии эти действия могут совершиться если только старший брат вместо телепередачи посмотрел мои задачи и решил их все подряд в какой форме стоят глаголы как в настоящем времени как в прошедшем или как в будущем как в прошедшем времени какое слово придает им значение нереального действия бы ребята чтобы выразить желаемое действие или действие которое возможно при каком-то условии нужно задать вопрос что сделал бы что сделала бы что делала бы что сделали бы и употребить глагол в условном или по-другому сослагательном наклонении условное или сослагательное наклонение глагола образуется так глагол в форме прошедшего времени плюс бы или бы ребята выполним задание из вашей рабочей тетради оно на пятидесятой странице найдите глаголы в форме условного наклонения в следующих предложениях если бы аида хорошо рисовала она нарисовала бы мамин портрет если бы воскресенье не было дождя мы поехали бы в горы если бы нурбек не заболел он пошел бы с нами играть в футбол в первом предложении глаголы условного наклонения рисовала бы нарисовала бы нарисовала бы в следующем предложении не было бы поехали бы и в третьем предложении о нурбеке не заболел бы пошел бы уверена вы хорошо справились заданием а теперь восстановите предложение в предложениях ребята глаголы даны в скобках используйте эти глаголы в форме условного а по-другому состлагательного наклонения вам поможет образец если бы азат играл с нами мы бы не проиграли а дальше самостоятельно давайте проверим если бы сейчас была зима я бы после уроков катался с горки следующее предложение проверим если бы ты приехал летом мы бы вместе отдыхали на Иссыкуле третье предложение проверим если бы Аня вернулась пораньше она бы тоже пошла с нами в гости четвертое предложение проверим если бы волшебник исполнил мое желание я был бы рад пятое предложение давайте проверим если бы Мелис больше старался он мог бы победить на соревнованиях еще одно задание ребята как восстановить стихотворение поставьте глаголы в нужную форму проверим если бы мы не сняли Мыло приходило по утрам ко мне в кровать, и само меня бы мыло, хорошо б это было. Если б книжки и тетрадки научились быть в порядке, знали б все свои места, вот была бы красота. Ребята, какие необычные желания, правда? Это стихотворение написал очень известный детский поэт Борис Захадер. Послушайте еще одно замечательное стихотворение другого поэта, который тоже писал для детей. Его зовут Джани Радари. Подумайте, как можно озаглавить стихотворение? Я решил бы, я сказал бы, поспешил бы, написал бы. Да чего же замечательное наклонение сослагательное? Нет, постойте. Вначале я сыграл бы на рояле. Я сыграл бы, коль умел бы. Если мог бы, полетел бы. Я бы съел вагон пирожных, если только их имел бы. Вы, наверное, придумали название. К сожалению, ребята, я не знаю, какое. А вот как я бы назвала это стихотворение? Я бы. Ребята, вам в стихотворении встретилось слово «коль». Возможно, оно вам непонятно. Синоним слова «коль» – «если». Коль умел бы. Если умел бы. Ребята, вопрос. Как вы думаете, почему автору нравится условное наклонение? Мне кажется, оно нравится, потому что в условном наклонении автор может делать всё, что хочет. Решить, сказать, написать, сыграть на рояле, полететь, съесть целый вагон пирожных. Ещё одно задание. Как восстановить текст? Подумайте. Глаголы в скобках используйте в форме условного наклонения. У вас есть время. Как прячь нас? Редактор субтитров. Давайте проверим. В одном городе жил старенький садовник. В молодости у него была мечта вырастить чудесный сад, где цвели бы прекрасные цветы, росли бы и давали бы плоды деревья. Мечта его сбылась, и сейчас у него есть свой сад. Теперь у старого садовника появилась новая мечта. Он хотел бы стать волшебником. Если бы он был волшебником, он вырастил бы чудесный цветок. Этот цветок исполнял бы желания, исцелял бы больных людей, делал бы всех людей счастливыми. Ребята, рассмотрите картинки и подумайте, о чём думают эти люди. Закончите их мысль. Я вырастил бы здесь сад, если бы... Думаю, он сказал бы. Я вырастил бы здесь сад, если бы была вода. О чём думает этот мальчик? Я сделал бы домашнее задание. Этот мальчик, наверное, сказал бы. Я бы сделал домашнее задание, если бы я мог. На что смотрит этот доктор? О чём она мечтает? Как вы думаете? Я бы тоже поехала отдыхать на море. Я бы тоже поехала отдыхать на море. Возможно, она сказала бы. Я бы тоже поехала отдыхать на море, если бы не работала. Смотрите, какая нарядная девочка. О чём она думает? Я бы тоже сшила красивое платье. Ребята, когда, при каком условии могут совершиться эти действия? Когда они были бы возможны? Вам помогут глаголы в скобках и образец. В скобках вы видите глагол «знать». Я бы обязательно помог. И посмотрите, какое предложение у нас получилось. Если бы я знал, я бы обязательно помог. А дальше самостоятельно, ребята. Давайте проверим. Если бы он выздоровел, он пошёл бы в школу. Следующее предложение. Давайте проверим. Если бы она выучила, она бы исполнила эту песню. Следующее предложение. Проверим. Если бы мы вовремя проснулись, мы бы не опоздали. Ребята, мы теперь знаем все три наклонения глагола. Давайте вспомним, что они обозначают. Предлагаю небольшой тест. Он есть в вашей рабочей тетради. Выберите нужный ответ. Первое. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают А. Желаемое действие или действие, которое возможно при каком-то условии. Б. Реальное действие, которое происходило, происходит или будет происходить на самом деле. В. Просьбу, приказ, совет что-нибудь сделать. Думайте. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают А. Желаемое действие или действие, которое возможно при каком-то условии. Реальное действие, которое происходило, происходит или будет происходить на самом деле. И вариант В. Просьбу, приказ, совет что-нибудь сделать. Думайте, ребята. Ребята, глаголы в повелительном наклонении обозначают просьбу, приказ, совет что-нибудь сделать. А глаголы в условном наклонении что обозначают? Глаголы в условном наклонении обозначают желаемое действие или действие, которое возможно при каком-то условии. Думаю, вы справились с тестом. Рассмотрите рисунок. Как вы думаете, его мечты, желания сбудутся? Уверена, что вы ответили нет. Его мечты не сбудутся. Почему вы так думаете? Он лежит. Он ничего не делает. Что он должен сделать в первую очередь, чтобы его мечты сбылись? Я думаю, ребята, он должен встать с кровати. Встать и сделать первый шаг к мечте. Вот так. Вы согласны со мной? Наш урок заканчивается. Как вы продолжите работу самостоятельно? Ребята, мы сегодня читали и говорили о желаниях и мечтах разных людей. Один мальчик хотел, чтобы брат решил за него все задачи. Тогда он пригласил бы Галку Петрову и дал списать их. Кто-то хотел бы сыграть на рояле, съесть целый вагон пирожных. Доктор хотел бы отдохнуть на море. Кто-то хотел вырастить сад для людей. Старый садовник хотел бы вырастить волшебный цветок, который мог бы исцелять людей. Какие разные желания и мечты? А о чем мечтаете вы? Что бы вы сделали, если были бы волшебником? Напишите об этом. Положите работу в вашу портфолио в раздел «Творческие работы». Это ваша самостоятельная работа. Подведем итоги урока. Ребята, сегодня вы узнали, как сказать о желаемом действии или о действии, которое возможно при каком-то условии. Учились использовать форму условного или по-другому сослагательного наклонения. Прочитали о желаниях разных людей. До свидания, ребята. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok